Диагентам приказано снизить активность. Диагентам приказано снизить активность ГОСТ установит новые требования к дорожной химии. 1. Газета «Коммерсант» номер 31 от 20 февраля 2019 года, СТР. 4. В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам. В нем впервые будет описан размер гранул твердых реагентов – 1,8 мм. Это необходимо для борьбы с пылью в городах и случаями, когда частицы реагентов повреждают автомобили. Новым стандартам, которые готовят производители при поддержке Росавтодору, ужесточат и требования к коррозионной активности дорожной химии. Проект ГОСТ с требованиями к противогололедным материалам разработал Росдарний Минтранса по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог. Документ находится на рецензии в Росавтодоре, рассказали твердый знак в ведомстве. Утверждение ГОСТа запланировано на октябрь 2019 года, сообщили твердый знак в Росстандарте. Сегодня требования к дорожным реагентам установлены в отраслевых дорожных нормах ОДН 2003 года и межгосударственном стандарте ГОСТ 2015 года. ОДН за 15 лет серьезно устарели и сейчас практически не применяются, пояснила твердый знак глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. Действующий ГОСТ же разрабатывался властями Казахстана в рамках таможенного союза в интересах сразу нескольких стран, все необходимые требования сформулировать в нем не удалось, добавила она. Сколько столичные власти потратят на борьбу с гололедом? Новый ГОСТ впервые на национальном уровне установит требования к размерам грану твердых противогололедных материалов. Частиц размером более 8 мм в них быть не должно, размером 4-8 мм не более 15%, 1-4 мм не менее 75%, менее 1 мм не более 10%. Во многих городах наблюдается проблема, когда слишком мелкий материал превращается в вылистую жижу, а весной в пыль, рассказала Анна Климентова. Слишком крупные частицы долго плавит лед, а также могут разбить стекло машины. Еще одно нововведение – снижение коррозионной активности реагентов. Этот показатель измеряется в лабораторных условиях погружения металлических пластин в раствор с реагентом. Спустя сутки становится ясно, сколько массы потерял металл в результате коррозии. В действующем стандарте допускается 1,1 мг СМ в сутки – в новом 0,4 мг СМ для дорог первой категории и мостов – 0,8 мг СМ. СМ для остальных дорог. Требования к химическому составу реагентов в ГОСТе не описываются. Вещества и их влияние на людей, животных, почву и растения, а также класс химической опасности уже проверяются в ходе государственной экологической эксперты и других тестов, пояснила Анна Климентова. Без соответствующих заключений производители реагентов не допускаются до тендеров. Есть ли альтернативный способ обеспечить безопасность при гололёде? Стандартом также вводится новый вид двухфазного реагента, представляющего собой смесь твердого и жидкого веществ. Именно такой реагент под названием Бионарт производится одним из учредителей Ассоциации зимнего содержания дорог. Данные Уральским заводом противогололедных материалов УСПМ, который много лет являлся одним из основных поставщиков реагентов для Москвы. Как ранее рассказывал Твердый знак, в 2014 году ФСБ проверило деятельность завода после победы в очередном крупном тендере. В отношении владельца УСПМ Рустама Гельфанова было возбуждено уголовное дело. По версии Следственного комитета, по его распоряжению в поставляемый в столицу химикат и добавлялся формиат натрия, муравьиная кислота, добавка повышала стоимость продукта, но не улучшала его качество. По посчётам следствия, бюджету Москвы был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В декабре 2016 года господин Гельфанов был отпущен из-под стражи. Твердый знак рассказывал об этом решением Пресненского суда Москвы, а дело направлено в прокуратуру для устранения нарушений. Правительство Москвы претензий к УСПМ не имело. Учредитель экологического фонда гражданин Максим Шингарки нововведение ГОСТа поддержал. По его словам, слишком легкие фракции твердого реагента могут разноситься ветром за пределы проезжей части, в том числе на газон. Ужесточение требований по нормам коррозионной активности, говорит эксперт, важно не только для кузовов автомобилей, но и для дорожных ограждений. Максим Шингаркин считает, что против нового ГОСТа будут выступать мэры городов, привыкшие за государственный счет закупать обычную песко-соляную смесь у аффилированных поставщиков. Рассыпание песка мало влияет на скользкость, а соль при температуре ниже минус 5 градусов в своей функции перестает выполнять, пояснил он. Иван Буранов